МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Управление антимонопольной службы признало незаконным отключение котельных в Азове. Я родилась в Азове и всю жизнь прожила в Азове. Училась в школе номер 11, затем поступила в Ростовский государственный университет. В городском дворце культуры назначен новый директор. Конгресс является том и нашей защитой. Сегодня великий церковный праздник – воздвижение. Управление антимонопольной службы проводит проверку по факту отключения котельных в Азове. Если УФАС выявит в действиях «Газпром Межрегион Газа» нарушение, в отношении поставщика ресурса будут возбуждены дела об административных нарушениях. Как сообщил заместитель руководителя управления антимонопольной службы Сергей Батурин, по предыдущим фактам отключения газа в Азове, «Газпром Межрегион Газ» был привлечен к ответственности и по решению суда в качестве наказания приговорен к штрафу 400 тысяч рублей. У нас за последний год в отношении «Газпром Межрегион Газа» возбуждалось два дела по отключению котельных из города Азов и дважды мы признавали «Газпром Межрегион Газа» нарушившим закон защиты конкуренции. Ситуация, которая произошла на этой и прошлой неделе, в настоящий момент разбирается нами, потому что мы работаем с документами, документы мы еще не получали. Мы направили запрос в «Газпром Межрегион Газа» в Ростовом-Дону для представления документов, чтобы они представили документы, подтверждающие отключение либо наличие задолженности у котельных. То есть мы на сегодняшний день работаем с этой информацией. Сегодня буквально поступила информация от прокуратуры города Азова о том, что фактически произошло отключение. Мы будем разбираться. Срок дан «Газпром Межрегион Газа» 5 дней на предоставление информации. Если информация подтвердится, мы будем рассматривать вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если факт будет признан нарушение комиссии, то будем рассматривать вопрос о привлечении «Газпром Межрегион Газа» к административной ответственности. Единственное, по срокам у нас это, к сожалению, происходит не быстро. Срок пока получим документы, пока создадим комиссию. Это порядка от 1 до 4-6 месяцев. В ситуации также разбираются представители Азовской прокуратуры. Комментарии по данному вопросу сотрудниками этого ведомства будут даны во вторник, 27 сентября. В Азове по-прежнему отключены две котельные, которые снабжают горячей водой пять многоэтажных жилых домов и объекты социальной сферы. Информации о возобновлении работы данных котельных нет. В городском дворце культуры новый руководитель Станислава Александровича Потакова сменила Лидия Александровна Иванова, до этого занимавшая должность заместителя директора. Я родилась в Азове и всю жизнь прожила в Азове. Училась в школе номер 11, затем поступила в Ростовский государственный университет на тот момент, теперь это Южный федеральный университет, на отделение регионоведения. В отделение регионоведения и перешла работать сразу же в Ростовскую городскую думу, специалистом контрольно-организационного отдела. Я проработала там в течение двух лет, затем ушла в декрет и после декретного отпуска вышла уже сюда, в городской дворец культуры, в должности заместителя директора. Так как я работала уже художественным руководителем, то для себя поставила задачу это привлечение молодежи. Мы начали уже вводить, мы возродили конкурс «Поющая осень», который был последний раз в 2006 году проведен на сцене ГДК. И вот в 2015 мы вновь его провели, и также организовали конкурс «Сцена». Это все как бы по моей инициативе, инициативе работников Дворца культуры, методического отдела и главного режиссера. Вот поэтому мы работаем в данном направлении, привлекая сюда молодежь. В администрации города сегодня состоялось плановое совещание руководителей служб жизнеобеспечения. Репортаж продолжит тему. Сегодня глава администрации Владимир Рощупкин провел уже недельное совещание с руководителями социальных служб, которые отчитались о проделанной работе и доложили о планах на ближайший период. Начальник управления образования Михаил Макеев сообщил, что на текущей неделе в школах города стартует первый этап Всероссийской Олимпиады. Это официальная олимпиада, которая проводится до уровня федерации международного уровня, по результатам которой ученики, набравшие определенное количество баллов, имеют право на получение медалей золотых при окончании учебного заведения и на определенные преференции при поступлении в высшее учебное заведение. В числе проблем городского образования – вопросы капитального ремонта школ номер 5 и 3. Но если по проекту ремонта пятой школы уже выполнены расчеты, то при выполнении подобных работ в отношении третьей школы возникли сложности. Здание, которому более 100 лет, относится к объектам культурного наследия, поэтому оно требует не капитального ремонта, а реставрации. Для этого необходимо подключать специализированную организацию. Я прошу вашего поручения подключить к этому главного архитектора города. У него наработаны просто связи сейчас с культурным наследием Дона, который занимается подобными объектами. Но предварительно стоимость проектных работ резко возрастет, если это будут реставрации. То есть затраты будут достаточно серьезными и по стоимости проекта, и по стоимости самих работ. Также, по мнению Михаила Макеева, в городе усугубилась ситуация по распространению наркотиков. От руководства школ поступает информация о возросшем психологическом давлении, которое оказывают распространители наркотиков на несовершеннолетних. Владимир Ощупкин сообщил, что много подобных жалоб поступало от изовчан во время недавней встречи главы администрации с населением. «Знаете, давайте подумаем, может быть мы этот вопрос совместно с полицией вынесем на одну из наших совместных площадок, рассмотрим. Давайте выработаем какие-то поручения в рамках комиссии наших и для полицейских. Там-то у нас есть полномочия. У меня сейчас, честно, эта ситуация на самом деле вызывает большое беспокойство. Раньше как-то так вопрос, ну не знаю, остро не стоял. Сейчас практически на каждой встрече, на каждой площадке, в каждом коллективе обязательно этот вопрос люди поднимают». Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Юрий Трусякин, Азов.Инфо. В Азове прошла акция под названием «Книговорот». Организаторы мероприятия – активисты молодежного экологического движения «ЭКО». Ребята не первый раз проводят подобную акцию. Ее главная цель – бесплатный обмен книгами. После очередного мероприятия в Азове появилась первая уличная библиотека. «Каждые три месяца общественники движения «ЭКО» проводят в Азове различные мероприятия, связанные с охраной окружающей среды. «Книговорот» – одна из популярных акций. Лидеры молодежного движения предоставляют азовчанам возможность бесплатного обмена книгами, которые обретают новую жизнь. Мы пришли на организацию «ЭКО». Данное мероприятие просто каждые три месяца. Люди приходят и обменивают свою книгу на счету другую, принесенную со школы, с библиотеки. Идея зародилась в библиотеке имени Крупской. Вы знаете, каждый на улицу может идти и заглянуть к нам на огонек. И обнять эту книгу, знаете, мы боремся за умы. «Миша, а что ты для себя нашел?» «Дорожные книги. Для кого ты нашел книги?» «Детские, для меня, для моего друга, для мамы и для папы». «Я хотел просто посмотреть, что выложили сюда на это. Чем, скажем, от чего, может быть, другие поинтересуются». В воскресный день работали две книжные точки. Под навесом городского дворца культуры и в парке, где впервые была открыта так называемая уличная библиотека. «Идея возникла у нас одновременно вместе с администрацией парка. Всего будет где-то 6-7 точек по городу. Вот первая ласточка, скажем так, это была в парке. Следующая поставят на пляжу. То есть мы будем ставить такие уличные библиотеки в местах скопления людей, где каждый может выбрать любую книгу, которая будет находиться в этой библиотеке, отнести свою, присесть и почитать. Вот, можно даже забрать домой». Подобные акции бесплатного обмена книгами проходят по всей России. Возможно, и в нашем городе станут такими же популярными, как и в крупных городах. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Азов. В селе Александровка произошла серьезная дорожная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля ИШ превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие дерева. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. В автомобиле находились двое пассажиров, среди которых несовершеннолетний, 1999 года рождения. Оба получили травмы и госпитализированы. Сегодня день воздвижения Креста Господня. Праздник, который отмечается в память об обретении Креста Господня, которое произошло согласно церковному преданию в 326 году в Иерусалиме, около горы Голгофы, место распятия Иисуса Христа. С VII века с этим днем стали соединять воспоминания о возвращении животворящего Креста из Персии императором Ираклия. Название праздника обусловлено обычаем церкви на Востоке, восходящим к IV веку. Ритуально воздвигать Крест во время богослужения. Крест для нас является орудьем спасения. Крест является жертвенником, на который была принесена жертва, искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Крест является том и нашей защитой. Второе значение Креста Господня – это Господь сказал, что «Аще кто хочет по мне идти, да возьмет Крест свой и по мне грядет». Свой Крест – это, как толкует Игнатий Бреченинов, это наши житейские болезни, наши скорби, наши страдания. Мы должны взять все свой этот Крест для того, чтобы понести его, понести его во Славу Божию, то есть понести с радостью, понести его с благодарением Богу, свой Крест – это взять свой Крест, это значит стараться всеми силами избавиться от своих похотей, своих страстей, своих каких-то плотских желаний и всеми силами послужить Богу, своей жизнью, своими делами, всем своим существом. До свидания. Компания «Азовстрой». Ремонт под ключ в вашей квартире или частном доме. Доступно, качественно и быстро. Команда профессионалов выполнит весь спектр услуг от дизайна интерьера до строительно-отделочных работ. Наш телефон 226-0077. «Азовстрой». Мы построим дом вашей мечты по индивидуальному проекту. 27 сентября пасмурно. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. Температура ночью плюс 8-10. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 75%. Уровень воды в реке Дон на 24 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова